Из поучений Святаго Иоанна Затаустова «Надеяния апостольские» Павел сказал, свидетельствую, присовокупил, посему, бодрствуйте, дело учителя только возвещать, проповедовать, научать, не умолкать, увечевать день и ночь. Если же при всем этом не будет никакого успеха, то сами знаете, что следует. Тогда будет другое оправдание. Чист я от кровей во всех. Не думайте, что это сказано только в отношении к нам. Эти слова относятся и к вам, чтобы вы были внимательны к тому, что говорится, чтобы не уклонялись от слушания. Что мне делать? Вот я каждый день сколько у меня есть сил и взываю. Отстаньте от зрелищ, а многие смеются над нами. Отстаньте от клятвы, от любостяжания. И множество мы предлагаем увещаний, и никто не слушает. Но я не беседую ночью. Желал бы я делать это и ночью, и при ваших трапезах. Если было бы возможно разделиться мне на тысячи частей, прийти к вам и беседовать. Но если теперь, когда мы призываем вас однажды в неделю, вы ленитесь, и одни вовсе не приходите, а другие пришедшие отходите, не получив никакой пользы, то чего вы не сделали бы, если бы мы совершали это постоянно? Что же нам делать? Многие, я знаю, даже поносят нас за то, что мы всегда говорим об одном и том же. Так мы надоели им. Но виною этому не мы, а сами слушатели. Кто исправился, тот радуется, слыша одно и то же, потому что слышит, как бы похвалы себе. А кто не хочет исправиться, тот тяготится, и услышав о чем-нибудь только дважды, воображаясь, что он слышит это много раз. Чист я, говорит, от кровей. Это сказано было прилично Павлу. А мы не смеем сказать этого, сознавая за собой многое. Ему, который постоянно бодрствовал, действовал, который терпел все для спасения, получаемых, прилично было сказать это. А мы скажем слова Моисея. Разгневался Господь на меня вас ради, потому что вы вводите и нас в грехи многие. Второзаконие 3.26. Когда мы с прискорбием видим, что вы не делаете успехов, то не ослабеваем ли и мы в своих силах? В самом деле, скажи мне, есть ли какой-нибудь успех? Вот и мы по благодати Божьей провели уже 3 года, не получая день и ночь, но часто делая это в течение 3 и даже 7 дней. А что сделано? Мы вычеваем, обличаем, плачем, скорбим, если не явно, то сердце. И явные слезы гораздо легче этих. Те приносят сетующим некоторые утешения, а эти усиливают скорбь и стесняют сердце. Так когда кто-нибудь страдает и не может обнаружить свои скорби, чтобы не показаться числавным, то он страдает гораздо больше, ниже, когда бы обнаружил ее. Если бы никто не стал подозревать меня в излишнем чистолюбии, то вы увидели бы меня каждый день источающим потоки слез, их знают моя хижина и мое уединение. Поверьте мне, я забываю о собственном спасении, заботясь о вашем, и не имею времени оплакивать свои грехи. Так, вы для меня все. Когда вижу, что вы преуспеваете в добродетелях, то не чувствую собственных бед от радости. А когда вижу, что вы не преуспеваете, то от скорби опять занимаюсь своим. Так, я радуюсь вашему благу, хотя бы сам терпел множество бед, и скорблю о ваших недостатках, хотя бы сам имел множество совершенств. Какая надежда учителю, если его паства предана порокам? Какая жизнь, какое утешение, с каким дезновением он предстанет пред Богом? Что скажет? Положим, что он не заслуживает осуждения и не подлежит наказанию, но чист от крови, и тогда он будет терпеть неисцельную скорбь, ведь и отцы, даже когда не подвергаются осуждению за своих детей, и тогда скорбят и страдают. Неужели, скажете им, учителям, не приносят пользы и не помогают то, что они бедят о душах наших? Но они неусыпно пекутся о душах ваших, евреям, 13-17. Некоторым это кажется страшным, но мне для того нет никакой заботы после вашей погибели. Дам ли я отчет или не дам, мне нет никакой пользы. Дай Бог, чтобы вы спаслись, хотя бы мне пришлось дать ответ за вас, чтобы вы спаслись, хотя бы я был осужден, как не исполнивший своих обязанностей. Я не о том забочусь, чтобы вы спаслись через меня, но чтобы только спаслись через кого бы то ни было. Знаете, ли муки духовного рождения, как испытующий это рождение, желал бы лучше расторгнуться на тысячу частей, нежели видеть хотя одного из рожденных погибающим и разращенным? Чем же мы будем вразумлять вас? Не иным чем-нибудь, но тем, что будем излагать все, что касается вас. И мы можем сказать, что мы не опустили ничего с нашей стороны, и однако мы скорбим. И что скорбим, видно из того, что употребляем столько мер и столько усилий. Хотя я мог бы и сказать вам, какая моя забота. Я сделал свое дело и чист от крови. Но этого недостаточно для утешения. Если бы можно было исторнуть и показать мое сердце, то вы увидели бы, как не тесно помещаетесь в нем все вы, и жены, и дети, и мужи. Такова сила любви. Она делает душу пространнее неба. Местите вы, говорил Павел. Мы никого не обидели. Вам не тесно в нас. 2 Коринфянам 6.12.7.2 Тогда скажем теперь и мы. Местите нас. Весь Коринф он вмещал в своем сердце и говорил. Распространитесь и вы, и вам не тесно в нас. 2 Коринфянам 6.12.13 Но я не скажу этого так, как хорошо знаю, что и вы любите нас и вмещаете в своем сердце. Но что польза от моей любви и от вашей, если по отношению к Богу мы не оказываем успехов. Она послушает только к большему огорчению, подосполотки к чайшей скорби. Отнюдь не думаю упрекать вас. Напротив, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои отдали мне. Галатам 4.15. И мы с своей стороны не только Евангелие, но и душу свою отдали бы вам. Вы любите нас, и мы любим вас, но не в этом дело. Возлюбим прежде всего Христа. Иисус сказал ему. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоей и всем разумением твоим. Съесть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Матфея 22.37.39 и Марка 12.30. Второе есть у нас. Первого не достает у нас. Первое крайне нужно и мне, и вам. Мы исполняем и первую заповедь, но не так, как должно. Будем же любить его, вы знаете, какая награда ожидает любящий Христа. Возлюбим его со всей горячностью души, чтобы заслужить благоволение его. Мы могли избегнуть напастей настоящей жизни, исподобиться благ обетованных любящим его, благодатью человека любим, единородного сына его, с которым отцу со святым духом, слава держава честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.